Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами проверяем наличие крахмала в продуктах. Ну и вообще, какие свойства имеет наш с вами обыкновенный крахмал. Итак, для начала берем два стаканчика, йод, ну и, разумеется, крахмал. В стаканчики мы добавляем воду. Так, налили воду. В один из стаканчиков мы помещаем с вами крахмал. И размешиваем. Такая водичка мутненькая, как молочная такая, молочного блинка цвета. Так, отлично. Теперь добавляем в наши две емкости йод. И посмотрим, какого он будет у нас цвета, кажется. Так. Ну вот, привычный для нас цвет йода, да? Который мы с вами обычно наблюдаем, когда поранимся и мажем ранку. Вот. Хорошо. Теперь посмотрим, что сделал с ним крахмал. Он стал темно-темно-синий. Ух. Хорошо. Это мы с вами посмотрели. А теперь посмотрим, есть ли в наших продуктах крахмал. Содержится он там или нет? Для этого нам опять понадобится пипеточка. Берем йод. И бьем на наши с вами продукты. И смотрим, какого же они станут цвета. Мы взяли с вами картошку, яблочко, огурчик, хлебушек, печеньку, бананчик. Вот что мы с вами можем наблюдать. Сразу видно, что хлебе точно есть крахмал. Он прям темно-темный такого цвета. Так, а если на печеньку? Ммм, тоже, смотрите, мы наблюдаем тут. В огурчике нету крахмала. В картошке. Видите? Какого картошка цвета у нас стала? Бананчик также. Видите? И наше прекрасное яблочко. Вот таким честным способом вы сможете узнать, есть ли крахмал в продуктах, которых вы кушаете, или же его там нет. Так, сделайте 같습니다. Вот так вот. Продолжение следует...